Но я когда вот только начинал изучать вопрос, я сначала был удивлен. На том же Адам Вардинский у нас за чемпионский пояс, по-моему, он сражался. Я был удивлен, потому что, ну, поляк, я думал, ну, джиу-джитсу, а в Польше на самом деле еще так. Я вот сейчас, кстати, в Париже на Grand Slam выступал, я как раз проиграл в полуфинале в черном поясе из Польши. И 1, 2, 3 июня у меня будет чемпионат Европы, который будет проходить в Гливице, тоже в Польше. И, разумеется, мы с этим поляком еще раз увидимся, и, ну, будем посмотреть. Роберто очень неплохо борется в стойке. У него есть, ну, про Эрбета на самом деле можно сказать то же самое. У него вообще, наверное, шикарная стойка. Вот, вот, я хотел рассказать про вот этот коронный тейкдаун от Сайборга, я просто не успел. Есть у него вот этот шикарный тейкдаун, когда он держит одной рукой вашу куртку и вкручивается вокруг этой же, с этой же стороны руки. Вообще, обязательно повтор увидите. Я множество раз видел, как он делает этот бросок, он даже мне его показывал, но, честно говоря, мне просто страшно было делать за свою кисть. Я просто решил не пробовать этот прием. Но Сайборг очень креативен, он очень любит бороться в стойке. Ну и в самом дебютном же бою он показывает свои самые коронные вещи с первого. Да, свои рабочие техники, можно сказать, показывает. Очень-очень красивый тейкдаун. Вот, условно, вот он сейчас не левой рукой, а он правой рукой держит куртку. Видите, Эрбета, да? И вот он через эту куртку, он левой рукой, можно сказать, он, правда, делает тот с другой стороны, но принцип его работы, вот он левой рукой, если сейчас бросит и пойдет вниз-вправо вкручиваться, то его правая рука, которая держит куртку, Эрбета левую руку вокруг запутает. И тогда он, когда будет падать, не сможет эту руку выстоять, поскольку его рука запутана в своей же куртке и руке Сайборга. Вот это его коронное движение. Тоже такой спиральный тейкдаун. Видели, он вкручивается и... Ну, вы сами все видели, я просто не знаю, как вам объяснить то, что... Более, вот, спина с колен, которая, собственно говоря, без поворота спины от Эрбета. А просто я не знаю, как называть эти приемы по-английски, они практически всегда им японские названия дают, и зачастую эти названия чуть-чуть похожи между собой, и мне не хочется как бы их назвать путать, чтобы совсем невежды не казаться. Вот, смотрите, снова-снова, видите, левой рукой держит эту куртку, Сайборг. Да, про Сайборга рассказывает, этот человек, которого, говорит, абсолютно нет никаких врагов, очень, говорит, приятный. Он всегда со всеми дружит, и все его любят, и, ну, я абсолютно согласен с тем, что говорит Джош Хингер и Роберт Райсдалл, потому что... Ну, вот я месяц только у Сайборга был, у меня остались абсолютно только хорошие впечатления, и я обязательно с удовольствием когда-нибудь вернусь к ним. Я, кстати, даже написал комментарий, что, типа, ну, болею за вас, Сайборг, надеюсь, выиграете, он весело, да, мне кажется, тебе как раз пора вернуться к нам в Майами. Так что, как будет возможность, обязательно навещу своего старого тренера. А знаете, вот он, пожалуй, очень профессионально ко всем своим ученикам относится, в плане, знаете, ну, обычно как, ну, тренировки, даже я, вот, тренировки проходят, ну, ты показываешь техники, люди, вопросы, вопросы задавайте, я вам все объясню. А Сайборг, он прям вот строит тренировку вокруг, ребята, если вы хотите выигрывать схватки, вы хотите выиграть соревнования, нужно строить прям геймплан. Я впервые слово геймплан услышал от него, понимаете, да, он прям, вот там, допустим, твои сильные стороны, работать, гард, ну, его волнует только, что вот его ученики старались выигрывать соревнования. То есть не просто, чтобы они, ну, во-первых, конечно, чтобы они лучше становились, да, ну, и, конечно же, ему приятнее будет, если ученики скажут, придут на соревнования и выиграют медаль. Понятно, для этого нельзя просто так идти и будь что будет. Нужно стараться, нужно понимать, какие ошибки нельзя совершать, и он прям с каждым своим белым поясом, с зеленым поясом, сейчас про зеленые пояса расскажу историю у Сайборга, тоже есть своя тема с зелеными поясами. То есть он практически каждому ученику, даже я, я приехал, я вообще непонятно мог через неделю уехать, не уехать, он меня знать не знал, он точно так же мне очень подсказывал и даже боролся со мной, это первый раз, ну, когда вот так вот черный пояс, который борется со всеми, знаете, обычно они как бы только со своими борются. А про зеленые пояса хотел сказать, вы все знаете, что всего белый, синий, фиолетовый, коричневый, черный в категории адалт, то есть у взрослых. Зеленые пояса это обычно дети, которые до 16 лет. Условно, у детей есть там белый, желтый, серый какой-то, оранжевый и зеленый. Зеленый самый высокий пояс у детей. Но, ну, вы же понимаете, что, в принципе, как бы, ну, до синего пояса долго идти, вот, человек только пришел, он занимается, только пришел впервые, он белый пояс, да, чтобы дойти до синего, ну, около двух, там, лет нужно, нет, ну, двух лет я загнул, ну, год, год, чаще всего полтора. У Сайборга есть еще зеленый пояс между синим и белым. Он неофициальный, то есть зеленые пояса в его академии есть, но они выступают по белым поясам. Ну, он просто как бы шестой пояс для своей академии придумал, чтобы чуть разделять более беде опытных белых поясов и неопытных. То есть это впервые, когда я видел вот такое на практике, то есть у него прям реально много зеленых поясов, взрослые люди тренируются. Я думаю, а что они, ну, ему же явно там лет 30, куда ты зеленый пояс одел? А он мне просто потом объяснил, ну, чтобы как бы они долго с белым не ходили, людям же хочется получать какие-то повышения, какие-то мотивы, особенно детей. Почему у детей так много поясов? Белый, серый, серо-белый, серо-черно-белый, там, я не знаю, целую радугу можно придумать. 15 детских поясов, которые до часа... Просто дети, если они будут заниматься им наскучше, они бросят заниматься этим. А ты занимаешься им раз там спустя месяц полоску повесил. Все. Да, да, да. Их поощрять нужно, понимаете? Когда в детстве долго занимался каратэ, меня очень раздражало, то, что там была немножко дурацкая система там, ну, для ребенка. Когда у белого пояса было несколько кью, и несмотря на соревнования были успешные и все такое прочее, просто приходилось до получения одного желтого пояса... Очень интересно, Эрбет начал пулгард, баттерфляй свип, Сайберг отзащищался и тут же перешел в атаку, перешел в захват, ну, так называемый, фот ноги. Но завершить его не смог. Тем не менее, Роберто Абрео забирает первый раунд со счетом 2-0 свою копилку. Смотрите на этот тейкдаун, который мы говорили, что он вкрутится, смотрите. Вот, левой рукой под соперника идет и правой вкручивается. Вот то, что я вам говорил. Человек, который два раза нокаутировал Рэнди Кутюра. А это... И Титартиза один раз избил. Это да, это... А Рэнди Кутюра, извините меня. Рэнди Кутюра нокаутировать серьезно. А у нас начинается второй раунд поединка Эрберта... И Сайберга. И Сайберга. У Эрберта нету никакого прозвища пока что. Ну, учитывая его вечно негативные какие-то движения на соревнованиях, мне кажется, лучше ему прозвища не давать. Эрберт? Да, пусть будет Эрбертом и все. Абсолютно комфортно чувствует себя Сайберг в борьбе с Эрбетом в стойке. Уже один раз его бросил. Сайберг, говорит, не тот тип, на котором ты хочешь делать пулгард. Я просто иногда буквально перерывожусь, что там комментаторы говорят, мне интересно, что у них там вообще в голове творится. Вообще, мне кажется, то, что, знаешь, такую точку отсчета... Ну, не Сайберг себя комфортно чувствует в борьбе с нашим Эрбетом. Уже ставшим нашим как-то. Это Эрберт себя должен чувствовать, наверное, комфортно в борьбе с Сайбергом, потому что... Вот с этим броском, который продемонстрировал Сайберг, мне кажется, он прям показал... Ты заметил, да, три пеналтии оба имеют? Да. Я только сейчас обратил внимание. Ну, это они, по-моему, два получили только вот за эту минуту. Ну, за полторы минуты, потому что они не спешили. Мне кажется, пока вот эти пеналтии, на самом деле, какую-то чуть фиктивную роль играют, они как бы типа есть, но, по сути, они не сильно... Ну, там, ну, пять пеналтии... Я даже представляю, что за скучная схватка будет. Просто люди будут ходить. Надеюсь, не найдется. Очень странно, но довольно-таки уважительно проходит схватка между Эрбет Сантосом и не Эрбет Сантосом. Мне кажется, просто Роберто обрывал своим авторитетом, вот, у Эрберта подавляет. А вот здесь уже Эрберт попытался исполнить интересный... Ну, и смотрите, каждый раз, вы же понимаете, что у Сайберга очень хорошая вольная борьба, чуть только он на коленях оказывается, и моментально у Эрбета проблему сразу начинает идти в ноги, вставать с ногой, и... Как будто бы Эрбет только что собирался забрать два балла, а тут он вынужден их защищать. И не самая типичная ситуация, уже половина раунда, и проходит их все исключительно в стойке. А ты помнишь, прошлый раз, когда Эрбет выступал, он с Анорио боролся, все в стойке прошло? Там вообще просто кто кого потолкает. Здесь хотя бы Сайбер. А я, короче, когда Ливерпуль 5-2 выиграл первый матч, в сториз засовываю видео, типа, если Ливерпуль не выйдет в финал, я завязываю с БЖЖ. К-4-2 было, честно говоря, я распереживался даже. Мне все ученики, ну ты что, как, подервничал? Все ученики, я думаю, все ученики. Если я буду фрешиваться, то у меня все ученики. Абсолютно. Извините, ребята. Джуж Хингер там случайно ударил микрофон, извинился перед нами за поднятую шумиху. И вот, Эрбет начинает... У Эрбета вот это, знаете, вот комбинация из двух движений. То подсечка, то спина с колен. То подсечка, то спина с колен. Вот, смотрите. А, нет, повтор. И вот, только-только и сразу, видите, сразу вынужден уходить в защиту. Минута остается во втором раунде. Один раунд... Да, второй раунд пока что никто в свою копилку забрать. Первый раунд остается все равно за Сайборгом. Да, 2-0. Я думаю, что Эрбет может, ну, попробует предпринять что-то. Все-таки, зачем все оставлять до последнего момента? Не, заметь, Эрбет уже прыгал в гардже под Сайборга. Помнишь? Прыгал, да. Он прыгал, делал баттерфляй, свип не получилось. Спина с колен. Ну, смотри, видишь, Эрбет здесь себя довольно комфортно чувствует. Все-таки он... Из 6 попыток 3 раза он дисбалансирует Сайборга. И один раз из этого дисбаланса чуть 2 балла не забрал. Может, он все-таки чувствует, что Сайборг как будто бы начинает уставать или дышит. Ну, им же там виднее, они все равно в захватах ходят им. Ты напрямую понимаешь. Вот я, например, сразу понимаю, я только беру захваты соперника, я сразу понимаю, лучше либо сразу прыгать карты, либо я чувствую, что он неуверенно работает. То есть вот по первому захвату уже можно понять, вот стоит с ним стоять в стойке или нет. 6 секунд до конца встречи. Так вот, в кепке, в майке. А Чак даже джиу-джит занимается, он с Аргисом постоянно набарывается в ноу-гитом. Я просто вижу, что... Ну, для Аргиса, понимаешь, все-таки джиу-джит такой вид спорта не самый популярный. А тут Чак Лиделла заманил. Ну, как это не освещать, как это все время не выставлять, да? Тут как бы абсолютно его понимают. Чистая водореклама. Бесплатная. Ну, опять же, может и платная. Может, у Найсмана отстегивает. Отсюда, если посмотреть на лицо суди, как будто бы, знаете, на него кого-то весь в крови. Что у него? Кого-то весь в крови. Не вижу такие... Ну, точки. Да, да, на голове, как будто, знаешь, драку пережил. Тем самым, у нас третий раунд начался. И последняя секунда, но полугард минут. Теперь можно наслаждаться чистым джиу-джит, полугарды, тейкдауны, все, что можно. Не прыгали еще Эрберт и Сайберг. Не, я же говорю, один раз он гард прыгал, все-таки, когда пытался об отрифлях перевернуть. Ну, не сразу после первого минуты. Ну, да, да, да. Это даже было, знаешь, не полугард, это момент, как бы, специальное движение вниз, чтобы оттуда сразу... Как пистолетик называют у нас, да, или как-то прием. Знаешь, когда ногу в живот вставляет, прыгает и через себя, типа. У нас разные названия в обиходе. Самбисты по-своему, дзюдоисты по-своему, вольники по-третьему называют. Джитцеры вообще ни одно название не знают. Мне как-то просто проще ориентироваться, на самом деле, на английские названия. Мне тоже, да, более оригинальные. Они там больше стандартизированы даже как-то. У них все просто, они не выдумывают. Там же, что происходит, так оно и называется. У нас же любят довольно абстрактные понятия. Ну, как пистолетик, да? Ну, да. Что угодно можно... Ну, это приседания на одной ноге. Да. Лена, шашлык в пистолетик. Ну, а у нас продолжается этот чемпионат Европы по борьбе в Каспийске. Но, тем не менее, когда бойцы доходят до тейкдаунов, как таковых, это интересным становится. Да, чемпионат Европы в Каспийске проходит в течение всей недели. Да. Смотрите обязательно, сегодня, 6 мая, финальные поединки в вольной борьбе. Абдурашид, да? Или он уже отборолся? О, 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 что-то у нас произошло. На секунду отлегся. Я думаю, да, это что-то Эрбет страшное замутил. И вот он в обратном треугольнике. Нет, Сайборг отсюда, конечно же, выйдет. Да, выйдет. И два балла получает. И два балла получает. Я, честно говоря, пропустил именно момент начала действия. Да. Но, судя по всему, Сайборга все устраивает. Проходит гард лево, отсекает линию сгиба. Отсекает линию сгиба, то есть он расположил себя между правым коленом Эрбета и правой грудью Эрбета. И за это ему дают 3 балла. Если бы сейчас правое колено Эрбета было бы перед Сайборгом, это бы 3 баллов не стоило, поскольку линия сгиба была бы не отсечена. По сути, он был бы еще как бы перед его ногами в гарде, понимаете? А так он его прошел. Да, колено на живот. Ну, колено на живот он поставил, сразу убрал, поскольку комфорта, видать, не чувствовал в этой позиции. Я думаю, Сайборг сейчас уверенно, спокойно доведет до ума. Смотрите, да, чересчур какая-то, аж, не знаю, до дикости взаимоуважаемая схватка. Никогда я не видел, чтобы Эрбета Сантоса кто-то так уважал. У него всегда какие-то проблемы. Как с судьями? Вот, вот он этот коронный прием. Опять! Он опять сделал этот коронный прием, представляешь? Мы отвлеклись, он опять сделал свой вот этот спиральный тейкдаун. Ну, или мельница, наверное, своего рода мельница, да это? По сути, он как мельницу делает. Но он делает это очень-очень. Только он, смотри, мельница обычно делается как? Они между ног идут, а он идет вообще туда, получается, не между ног, а, ну, в пространство правее даже, чем между ног. Как бы под мышку он идет. И любит, да, Сайборг постоянно любит коленями поддушивать шею. Он прям, он даже сабмишин такой делал. Я видел, он на соревнованиях колено на шее. Ну, это вот самые, это такие моменты, они иногда бывают, ну, сразу на глаз не попадают, да, человеку, который не привык на такие мелкие детали обращать внимание. Но если ты попадаешь, вот так, иногда дают на шею, да? Нет, 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 я имею в виду, это у него специфика, вот прям его техника, вот он ее постоянно делает. Посмотри, он уже второй раз попытался, он сейчас третий раз будет. Он прям, смотри, он прям ищет этим коленом, это прям его техника. И он сдастся, смотри, сейчас Эрбет сдастся. Нет, не сдастся. Но Эрбет, честно говоря, в последнее время не сильно терпит попытки сабмишином, поэтому я предположу, что он... У Алексея Олейника я на семинаре видел, как он рассказывает о сдавливании груди. Когда ты в сайд-контроле сидишь, и вот этим своим крылом, в общем, начинаешь сдавливать человеку грудь, поддавливать очень хорошо. В районе диафрагмы, по-моему, что-то... Ну да, да, воздействует, ты задыхаешься. То есть такие вот моменты, казалось бы, не самые заметные, где ты что-то поддавливаешь. На самом деле они еще какую-то большую роль играют, и вот Роберто Абрео в совершенстве владеющей этим... Умение располагать своим весом, это серьезное умение. Очень интересная схватка, практически Роборта в гарде мы не увидели, зато увидели очень много интересных тейкдаунов, и коронный тейкдаун Сайборга, но он был очевиден. Два раза сделал, да. То есть это не была случайность. Я первый раз, на самом деле, не успел о ней заговорить, он ее сделал, а второй раз он ее сделал, когда и отвлекся. И отличный дебют удается Сайборгу на ACB. Будем надеяться, что еще не раз его здесь увидим. И он будет бороться с Винни Могилешем, который перед этой схваткой осмелился заявить, что хилл хукс doesn't work. Продолжение следует...